Приветствую вас! Давайте мы с вами разберемся с тем, что вы написали. Для начала есть некая, скажем так, даже не противоречия, а нелогичность в том, что вы написали. Я не могу забыть одного человека. Пишите вы. Один раз встретились, и он не хочет больше встречи. То есть, как бы, что-то вы не можете забыть одного человека, это одно. Что-то вы один раз встретились, и он не хочет больше встречи, это совсем другое. То есть, не могу забыть одного человека, это проблема ваших желаний, потребностей, образов, на которые накладывается фигура этого человека. То есть, это ваши психологические, так сказать, конфликты. Вот. Ага, то, что вы один раз встретились, и он больше не хочет встречаться, это скорее ваша модель построения отношений, выстраивания коммуникаций, это модель вашего поведения, в том числе и женского поведения. Понимаете, какая штука. То есть, модель поведения и психологические конфликты, желания и потребности, это вещи, хоть и, в общем-то, из одной оперы, да, то есть, это вещи, которые, ну, относятся к вам, да, которые являются основной частью вашей личности. Вот. Но, все же, все же, это разное. Понимаете? 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 Какая история. Это все же разное. И мешать, вот, мешать в одну, как бы, ну, кучу, да, разных людей. Один вопрос, мешать, а, такие вот, два понятия, ну, мне кажется, кажется, это весьма, весьма не конструктивно. Вот. Понимаете? Такая история. Понимаете? Назвал. То есть, если вы не можете забыть, как вы говорите, человека, что это одно, что это совершенно. Это ваши потребности, это ваши желания, это то, чего вам не хватает, это недоверсённые отношения с другими, это перенос. Ну, как, как, один из вариантов, да, это перенос, может быть. Вот. То есть, э-э, это.. как бы отдельная связь. Оддельная связь. Одно, что вы встретились с мужчиной и с ним повзаимодействовали и как бы пришли к тому, что он не хочет больше встречи, это другого. Совсем. И с этим нужно работать также в другом направлении. Ну, по крайней мере, если делать всё, ну, если делать всё хорошо, да, то есть если я профессионально подходить к вопросу, вот. Так что здесь именно вот такая история. С одной стороны, с одной стороны, почему вы не можете забыть человека? Как вы чувствовали, например, себя с ним? Да, то есть что вы чувствовали? Что он вам, грубо говоря, дал, ну, по ощущениям? Как вы себя с ним почувствовали? Это первое. Второе. 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 Что вы потеряли, по вашему мнению, когда, ну, когда поняли, что он не хочет больше с вами взаимодействовать. Вот. Вот это всё нужно исследовать. Обязательно. Потому что, ну, потому что, ну, моменты – это важные. Дальше. А если вы встретились с ним, да, то как вы вели диалог? Как вы устраивали диалог с ним? Что вы делали, что послужило, что послужило причиной диалога? Ну, ну, то есть, почему вы встретились? Как, как, как вы встретились? Да? Вот. Это тоже очень, ну, такой важный момент. Да? Надеюсь, вы понимаете, о чём идет речь. Как вы себя вели, значит, ну, что вы делали? Вот. И так далее. То есть, всё вот это тоже очень важный аспект на самом деле. для того, чтобы понять, в чём именно заключается проблема. Ваша проблема, да? Ну, вот, в первую очередь. Понятно, да? О чём идет речь? Надеюсь. И, соответственно, когда будут выявлены, с одной стороны, ваши поправности, то есть, когда будет понятно, что вы хотите, что вам нужно, с одной стороны, и это будет реализовано, вот, когда с другой стороны будет проанализировано ваше поведение, вот, ну, которое у вас есть, да? и когда вы его тоже подкорректируете, вот тогда и можно будет сказать, что вы достигнете по факту своих целей. Вот. Ну, то есть, это будут именно те цели, которые, которые вам, ну, нужны. Вот. Обратите внимание. Обратите внимание. Также на то, как вы ставите вопрос. А вопрос вы ставите так. Как мне забыть человека? Как мне забыть, то есть, не понять, что со мной, ну, что со мной происходит, из-за чего так у меня сложилось? Как забыть? То есть, убежать, подавить и так далее. Эта позиция также является деструктивной. И она пришла к вам. Эта позиция. Совершенно не случайно. А, скорее всего, из вашего детства. Как часто вы руководствуете с такими вот приказами? Забыть, отвлечься, подавить, обесценить и так далее. Подумайте на эту тему. И что вам это дает? По итогу. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Окей. Я надеюсь, Excellent. Продолжение следует...